Приветствую вас, и поскольку человек хочет навязать нам свою систему, свою структуру мировоззрения, то можно говорить о том, что в некоторой степени это такой тип личности, которая называется шизоидом. По аналогии с шизофини, вообще, шизоидность это менее ярко выращенная форма личности, когда человек стремится к построению систем, при этом навязывает ее не только себе, но и окружающим. Вот прямо отвечая на ваш вопрос, это именно такой ответ. Ну и, естественно, ответ предположительный, потому что окончательные выводы можно делать лишь пообщавшись непопредственно с человеком, но предположительный ответ на ваш вопрос именно такой. Что касается остального, то человек спорит, доказывает что-то, подкалывает, подбавляет эпичности. Для чего? Почему? Можно стремиться самоутвердиться за ваш счет, показать себя грамотным, интеллектуальным, сильным, там, значимым и прочее. Почему человеку важно это сделать? Почему человек активно старается это сделать? Потому что ему вот этого, к чему он стремится, недостаточно. Это означает, что человек не уверен в себе, в душе, в глубине души. Этот человек сомневается в своей значимости и пытается постоянно себе доказать, что он этими качествами обладает. И это, в свою очередь, означает, что у такой личности есть комплекс. Комплекс неполноценности может быть комплекс незаметности, то есть его никто не замечает. Может быть, такой человек в реальной жизни очень тихий, неприметный, робкий, скромный, а в виртуальных спорах весь его негатив выплескивается. С появлением интернета это стало возможным. Очень часто те, кто в интернете ведет себя агрессивно, нагло, грубо, упорно в жизни, люди скромные, зажатые и забитые. Ну, а откуда берется вот этот негатив? Почему люди негатив вливают в интернет? Потому что больше некуда. У них не некуда больше выплескивать негативную энергию, они выплескивают ее туда. Соответственно, человек, о котором говорите вы, это неуверенный в себе, имеющий комплекс индивидуум, индивид, который сомневается в себе и через вас пытается самоутвердиться, доказать в себе, опять-таки через вас, что его представление о мире является правильным, верным, и тем самым поднял свое достоинство, свою самооценку в собственных глазах. Вот примерно такой ответ будет на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.